Часто в лоб очень идут, вообще, да. Сидит, проблем. Ну и что тут старого в этом городе? Да, идешь люди. Где все люди? Ау! Мы следуем в Кельце. И сейчас я вам покажу какую-то... Ну, смотри, какая машинка там немножко стоит, припаркованная. Как будто кусок дома. Так вот, вячик ставить. Вот так вот, отлично тоже. Люди живут. Кстати, мы проезжали еще какие-то яблочные плантации, вишневые плантации, кукурузу, хмелевые плантации. Чего только не было. Вот опять кукуруза. Ну, вон, смотри, какие слева поля, какие красивые. Мурошки, шлюца. Какие слева красивые поля. Ну, я думаю, ты что так... Ай, твоя обложка не очень удобно. Снимать? А там тоже. И вон еще лес дальше. Виды, конечно, красивые. Мне нравится. Заметили интересную тенденцию в Польше, как продают машины. Вот трасса, мы по ней едем. Вот домики. И люди просто выставляют на обочину свои машины передом к проезжающим, получается. Вешают там внутри листик с характеристиками машины, либо номер телефона. И вот уже несколько, мы так видели, люди останавливаются, действительно, смотрят эти машины, интересуются. В первый раз такое, если честно, мы увидели, кстати, в других местах. Там вот это, в других местах. Да, может, не замечали, стоит. Ну, может быть, да, просто. А сейчас прям, да, тут очень много. Ну, и именно сейчас их нет. Я хотела вам показать. Вот это, в фулконе, это стоит, скорее всего, он продает. Да нет, просто стоит. Нет, наверное, нет, продается, уже написано. Да. С проезда. Мопед также стоял. Там еще что-то. Тут стоит, тоже продается что-то. Бусики. Opel Volkswagen. Поля красивые. Там где-то вдалеке домики. Вообще соседи не близко людей. Неплохо. Я не знаю, передается ли на камеру это все. Такие виды. Там вот горы. Ну, как маленькие такие горки, конечно. Ну, и все. Не видно уже с деревьями. Ну, вот мы едем. Если бы вы это все видели в 3D, было бы прям вообще здорово. А, еще, кстати, поляки некоторые ездят как угорелые вообще. Почему некоторые? Все. Ну, много, много, да. 90%. Тесла поехала. Многие. То есть, вот там едем. Вот, смотри. 3, 2... А, там машина едет. Сейчас, сейчас. Они вдвоем хотят обогнать малышку. Вот, все. Сейчас. Все, пошел. Не важно, есть встречка, нету. Вообще похер. Часто в лоб очень идут. Вообще, да. Страшно. Бывает, так смотришь, и за них очень-очень страшно. Бывает, на нас просто мы едем, на нас просто машина летит. Но они какие-то очень юркие. Они раз-таки и перестраются резко очень. Страшно. Блин, она шикарная. Вот. Я очень-очень надеюсь, что вам будет что-то видно. Там сейчас вдалеке видна какая-то гора. Она как вулкан просто стоит одна посидеть. Это баба потрал, сейчас становится, наверное... Тихо. Ну, она 50 едет на своих... Это смарт. Она, кстати, тоже может ехать по обочке просто. Она до Кракова до завтра будет ехать. Она думает, что домой едет в Краков? Кракова. А мы уже в Кельце. И можно видеть, что мы подъезжаем. Видна частичка старого города в строительных лесах, как обычно. Но, с другой стороны, это не может не радовать, потому как мы наблюдаем, как часто, постоянно и везде ведутся какие-то реставрации. А мы приехали уже в Кельце. Мы сейчас будем заселяться в отель. И, конечно, вам покажем номер. Не переключайте канал. У нас 37 номер. Да, очень много номеров в этом отельчике. Сколько номер стоит? 119? Да. 119 злот стоит номер. Маленький, но... Типа все есть то, что надо. Все окей. Ну-ка. Ну, чистенько. Нормально все. Ну, да. Ну, как бы маленький. Видишь, очень много. И койки обычных. Она больше как бы... Типа стандартный номер, да. Ха, тут вообще где что? Ну, да. Тут вообще минимально все. Ну, типа туалет. Все есть. Привет, привет. Все окей. Да? Шкаф есть, да? Шкаф, да. Короче, все отлично. Мы сейчас заселяемся. Блин, ну да, реально даже вид такой, как в этом. Если помните, Прага. Вот вообще прям один в один парковка была такая же, только чуть пошире. Отель был такой же. И вид примерно такой же. Заселились, покидали сторисы в инстаграм. Если не подписаны, подписывайтесь, потому что мы сначала кидаем сторисы, а потом уже узнали видосы всякие на ютубчик. Вот, идем. Идем уже в сторону старого города, идем через парк. Смотрите, гуляют вуточки. Причем разные вуточки. Вместе с голубями. Фонтанчик. В общем, все как обычно. Я думаю, тут еще карпы огромные есть, но их не видно здесь. Поражает то, что в каждом городе, в центре, прям возле старого города, есть парк, по которому можно прогуляться, где посидеть. Ну, кто-то пиво пьет, кто-то семечки грызет, кто-то просто болтает. Короче, в каждом городе парк, это классно. Вот, мы сейчас тоже идем. Там сцена сзади. О, яма, я чуть не упала. А мы уже продвигаемся к старому городу. Буквально через 2 минуты уже покажем вам. Все в порядке, норма и в порядке вещей. Просто сидит павлин здесь. Это нормально здесь. Все в порядочке. Прикольно, чем можно стараться. Сидит павлин. Я даже не удивлен. Вон скульптура в виде павлина. Из цветов сделана. Меня уже ничем не удивит. Тут, причем, не только, да, я так понимаю? Да, павлин. Базан, вон, петух летающий. Это он где-то должен быть. Здесь кто-то, здесь петушки. Это золотой петух. Смотрите, да, павлин. И сзади в виде цветов хвост. Супер. Круто. Что тут сказать? Круто. Жляна сегодня наша решила огородами что на машине проводить, что ногами. Прекрати давай, а уже. Прекрати бред. Смеюсь, как чайка. Ну и где твой старый город? Ну-ка, объясни ко мне. Не знаю, у тебя общество на карте. Говорит, вот, старый город здесь. Ну и что тут старого в этом городе? Да, идешь или туда, без разницы. Не вижу я старого города. Жляна развела нас, короче, как обычно. Говорит, пойдем. Я знаю, в Кельце, где старый город. Сейчас покажу тебе город. Но мы, по-твоему, пришли в новый город, что ли? А вот это я не знаю. Ты мне скажи. У меня ощущение, что мы тут уже были. Ну да. Были? Нет. Мы в каком-то были городке похожем. Вот тут парковка, да? Еще мы потом с тобой туда поселимся. Ольштон. Нет? Нет. Это Клайпи, да? Да. Все вспомнила. Да, все, напоминаю. Как ты вспомнил? С второго раза понял. В общем-то, что я могу сказать? Пока что старого города я не наблюдаю. Ну что, нашли мы кое-что уже. Нашли. Огромная пешеходная улица. Прям длиннющая. Смотрите, какая огромнейшая. Фу, круто. Еще закат прям там. Там вовремя мы пришли, оказывается. А рынок у нас прямо. Мы сейчас прямо на рынок и пойдем. Вон там полицейские мигалки. А я думаю, нам туда. Вот за этим углом должен быть рынок. Я сейчас еще сам не знаю, что меня ждет. Давайте посмотрим улица Дуза-1. Куда? Вот разрисовая стена. Вау, разрисованная стена. Итак, барабанная дробь. Я ожидал тут другой старый город. А тут он... Ну, другой. Можно сказать, другой. Ей не нравится? Ну, нет. Я просто ожидал другой старый город. А, ему не нравится. Он просто боится сказать, что его захейтите. Просто другой. Ну, да. Я думал, что будет лучше как-то. Хорошо, тут посередине должен какой-то монумент стоять. Мне кажется, пикет в честь того, что его убрали сегодня здесь. Вот они все собрались. Блин, что-то не то. Что за фигня? Вот такой вот старый город. Рынок. Ну, есть фонтаны, площадь, люди, кафешки, как обычно. Давайте прогуляемся. Вот пешеходные улочки. Пахнет пиццей. Вкусно пахнет пиццей. Поэтому мы не будем ее есть. Повсюду жабки. Очень много их во всех городах. Удобно. Ну, тут посмотри, почти что все закрыто. До пяти часов работает в основном все. Странно. Тут же бары вот какие-то работают в пяти. Ну, может, мы не на ту улицу пришли. Типа, это старый-старый город? Ну, да, он какой-то другой. Это дневной город, а есть старый, там, вечерний город. Ну, туда по улице прямо. Так и заметь, людей-то особо нету тоже. Кафе, цены на пиццу. Типа, ну, давайте какой-нибудь острый ковалек. 25 и 30. 30-40 сантиметров, кстати. 40 сантиметров, 30 злот. Причем они, кстати, от малых до велик идут. Самая минимальная 23 стоит, самая большая 35. Это большая, а маленькая 18-30. То есть в среднем огромная пицца 30 злот. Это, сейчас я вам скажу, считаю. 500 рублей, она будет 40 сантиметровая. Это ее на троих примерно хватит, если не на четверых. А маленькую, если брать, то в среднем, сколько там было? 25-23 злота. Смотри, наверху сад целый. Круто. Хостел-арт. Да, это хостел-арт. Ха, это наш зеленоградский хостел-арт филиал просто. Мы смотрели. Мы его смотрели, да. Продолжаем прогулку по городу Кельце. Ищем что-нибудь интересное. Хоть что-нибудь. Пока нам это трудно. Да, пока не удается. Просто гуляем по Центральной пешеходной. Ну, что-то нету ничего, чего бы зацепило. Просто обычный городок. Без каких-либо там достопримечательностей, что ли. Не, они есть, но типа не здесь. А так в целом просто город. Это, наверное, первый такой город, который просто город. Да? Сколько мы были в городах, наверное, в 20 и больше. Такое здание не посвящаться. Вот по 8 июня. Ну, такое что-нибудь, знаешь, что скажешь. О, вау. Не знаю, пока не вижу. Сейчас продолжаем поиски. Продолжаем. Ну, вот, хоть нашли хоть какую-то достопримечательность. Местные аборигены. Ну, а так что-то ничего особо-то и нету. Ну, вот, Жулиана приметила, да. Вот, бедронка, кстати, если что. Да. В общем, заканчивается пешеходная дорожка. Начинаются уже какие-то такие... Савдеповские, что ли, дома. Не знаю, но как их назвать. 28-25. Такие похожи уже на нашу архитектуру, а наша советская архитектура нам-то не очень нравится. Не знаю, что-то мы ничего для себя здесь не нашли интересного. Единственное, только пешеходная улица и все. Ребята, если кто в Кельце живет, напишите, пожалуйста, какие тут еще достопримечательности есть. Потому что вот тут по старому городу как-то немножко скучно гулять. Людей, кстати, тоже немного. Где все люди? Ау! Одни жабки каждые 100 метров. Для кого, если людей здесь нету? Жуля. Где все люди? А? Вот объясни мне, где все люди? Я не знаю, и дома тоже, мне кажется, не холодно. А, ну хотя, похоже, когда станет темно на улице, можно просто... Может, это польский Детройт? Вышли. Здесь пешеходная улица, тут просто дорога, трасса. Вот там какой-то красивый собор, но он реставрируется, и до него очень далеко идти. А так, вон, бедронку опять вижу. То есть, что святого? Там какая-то какие-то магазины... Или это вокзал? Автовокзал. Это автовокзал. Ну, наверное, это он. В общем-то, и все. Тут что-то тоже делают. Может, цирк или что-то подобное. Ну, что-то так. Вот тут еще единственное казино проходили. Думаем, ну так, скучно гулять в казино, что ли, пойти поиграть. Выиграть, это, немного еще злотых, и дальше кататься по Польше. Зашли в бедронку, Жанна говорит, тут все неинтересно. Надо будет... Надо будет... Придется переснимать. Вообще, я им предлагала путать в кафе, но я говорю, нет. Да нет, мы зашли в одно кафе, называется «Гараж». Что-то оно нас не совсем устроило. Вот тут вообще я тебе сквозь приеду. Ну, ладно, давай возьмем. Что мы возьмем? Ну, не знаю, давай возьмем, что-то делать. Я буду просто снимать, и тебе надоедать. Ну, что мы возьмем? Ну, что мы возьмем? Ну, вон, возьми что-нибудь. Ну, что? Что мы возьмем? Буду ходить за ней снимать, а как она выбирает что-нибудь. Ну, что, мы возьмем что-нибудь? Ну, булки, булки, булки. Много булок. Вон, твоя, наверное, вкусная булочка. Вот такая. А, вот эта. Это крылосами. Ну, да. Гуляли по городу Кельц, показали вам. Если вам понравилось, поставьте лайк. А мы взяли немножко продуктов, немножко пива, немножко того, немножко сего. И, в принципе, на сегодня-то денечку нас заканчивается. Дорога.